Сегодня в семье болельщиков не будет, потому как выяснилось, что очень многие в трибуны не пустят, и они остаются за пределами Мараканы. Жаль, конечно, что так получишь. Ничего не поделаешь. Таковы правила в наше сложное время. В пустых трибунах Мараканы. Маракана впервые на этом турнире принимает. Только начинался. И когда, кстати, Бразилия тоже в том матче играла? 10% разрешили организаторы или нет? Уже нет, ты знаешь. Это матч Копе. Свой, скажем так, уровень, свое качество, потому что на состоянии звучат национальные гимны. Я хочу напомнить в преддверии начала этой встречи. Поражение потерпела команда Тита за все то время, что он руководит сборной. Одно из них было как гимн странные Марадона и Месси. Короткая версия. В общем, не дали спеть. Если бы переполнено стадион, которому так и не дали сыграть в финале. Ну и на остри атаке вроде... Надо обратить внимание обязательно, пока не прозвучал стартовый свисток, у сбор... ...с тех стран, которые входят в пятерку по количеству заболевших. Ну и, наверное, получили возможность действительно за этими машинами. Действительно весь континент... Возвращаюсь к тем событиям, которые были накануне этого турнира. Которые, по идее, отличным причинам, включая, конечно же, и коронавирус, и политики. ...того будет ли Бразилия принимать счастье или нет. Будет ли этот состав играть или нет. Вот как... ...на такую классную европейскую команду. Баланс в игре превращает. Вот за этот резкий подкат. Ну, согласись, заслуженное желтое поколение, когда даже чемпионат мира выигрывали. Как об этом не стоит. Первое желтое... ...биться на этот матч не назначено. Пока очень осторожно. Команды начинают... Перехватило мяч, и пас уже был на Месси. А Месси никто не поддержал. Он должен, прежде всего, играть на рояле. А есть кому... Аргентина. Но прорваться на ударную позицию на Эмару не позволит. И наслаждайтесь игрой. Ну, теперь действия именно Эмара... ...клубит такой сборной. И может занимать любую позицию. Будет момент или у тех, или у других ворот. Может сейчас, во время этой флаговой атаки Бразилия. Но Ромеро опять не будем забывать. Он играет все-таки не полностью здоровым. Он сам... Нет, армия. Другое решение принимает. Он посчитал, что... Вот в атаке сборной Бразилии опасный момент. Удар этот блокируется. Их такой момент для удара с близкого расстояния. Но он не получился акцентирован. Какие одни из лучших на планете сейчас. Но мне безумно нравится. Кита. Да, это Кита. Достается и не только на Эмару. Подача. Не смог оставить без мяча. Бразильцев и продолжают комбинировать. И очень сложно, потому что... Если накрывают его здесь, Лукас по Китаю. Сразу пас на Эмара. Нарушение. Звезде бразильской сборной. Ну, посмотри. Прям кость, кость. Практически, но учитывая его комментарии, был сбешен о том, что... На правый фланг. Ди Мария поднимает голову. Пытается обострить ситуацию. Которое, кстати, очень активное вмешательство делает. Вот, проходит передача. Ой, как сыграно. Блестяк. Тем не менее, вот это хладнокровие, олимпийское спокойствие. И вот ошибка. Тут такой мяч надо было играть. Лоди там снаряд полетел. Он зрячен. На технику. Ну, слушай, в таких головскую... Мяч через вратаря. На его месте другой бы сейчас как дал бы... Это было под вопросом. Это все активно обсуждалось на протяжении всего... Ди Мария с такого же прохода, по сути дела, с... Команда, да? По четыре команды. По четыре, да. А здесь все-таки по пять. И вообще не даже те два билета, которые на каждого выделяли. Вот они и пошли по назначению. Передача Ди Мария на углу. Штрафной подрабатывает под левую. Бьет поворотом рикошет. Ходит с одного фланга на другой. Переводы. И удается на прежнобство. Значит, пока, во всяком случае, позиционные атаки сборной Аргентины. Мне нравится, играл вот подобным образом. А теперь уже Месси рвется вперед. Бьет игру на себя Месси. И тут же следует ответ на Эмара. А это уже... И вот здесь уже попытка сыграть под Катей. И вот здесь желтая карточка. Паредас. У сборной Аргентины она разыгрывала штрафную от своей штрафной площадки. Неймар смотрит на положение стенки. Она небольшая совсем. Неймар! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok